Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Софья одна воспитывала сына. Муж ушел из семьи, когда Максиму было всего два месяца. Женщина тогда пережила настоящий шок. Но понимала, плакать и жалеть себя некогда. Теперь только от нее зависит, какая жизнь будет у ее малыша. Вначале было очень тяжело. Не хватало ни времени, ни денег. На полноценную работу Софья устроиться не могла, ведь не было с кем оставить Максима. Бабушка, мама Софьи, жила далеко и переехать к ним возможности не имела. Иногда Софья ночью напролет смотрела в потолок и не могла уснуть. Мысли кружились вокруг нее, как рой пчел. А что, если она не сможет оплатить квартиру и их выгонят на улицу? А если, не дай бог, Максим заболеет? А вдруг она не сможет одна воспитать сына? Говорят, мальчику нужен мужчина. Пример. Софья надеялась, что бывший муж хотя бы изредка будет общаться с сыном. Но нет. Не прошло и полгода после развода, как отец Максима исчез. На звонки не отвечал, в дом не пускал. Письма возвращались нераспечатанными. Тогда Софья решила отпустить ситуацию. Она очень хотела, чтобы у ее сына был отец. Но раз не судьба, значит, надо забыть его. Со временем любовь и горечь от предательства утихли. Софья даже искренне пожелала бывшему мужу счастья, только подальше от них. Жизнь понемногу начала налаживаться. Не прошло и 10 лет, как и с женщиной, которая считает каждую копейку, Софья превратилась в успешную бизнес-леди. В роскоши не купались, но теперь ее семья ни в чем не нуждалась. Максим рос замечательным ребенком. Софья успокоилась и почувствовала себя счастливой. Она вытащила плохие карты судьбы, но сумела выиграть. Софья и представить себе не могла, что впереди ее ждут новые проблемы. На этот раз страшнее, чем предательство мужа. В подростковом возрасте Максим, как говорится, совсем от рук отбился. Начал прогуливать школу, грубить учителям. Несколько раз Софья обнаруживала, что у нее из кошелька исчезают деньги и не мелочь, а довольно крупные купюры. Софья пыталась поговорить с сыном, но все заканчивалось скандалами. Максим убегал из дома, иногда возвращался сам, иногда его пьяного приносили домой друзья. Софье было очень страшно. Она понимала, что теряет сына, но не знала, что делать. В университет Максим, конечно же, не поступил. Пришлось провожать в армию. Казалось, что военная служба идет ему на пользу. Когда Софья приезжала навестить его, они могли спокойно разговаривать, обсуждать свои дела, ни разу при этом не сорвавшись на крик. Софья боялась заранее радоваться, но все же иногда позволяла себе вздохнуть с облегчением. Возможно, сын для нее еще не окончательно потерян. Из армии Максим вернулся другим человеком. Поступил в университет, нашел хорошую работу. Встретил девушку по имени Лиза. Глядя на них, Софья надеялась, что раз уж ей в личной жизни не повезло, может хотя бы Максим будет счастлив. Лиза и Максим жили на съемной квартире. Но Максим никогда не забывал позвонить маме, а в выходные по праздникам навещал ее со всякими вкусностями и цветами. Однажды, на день матери, Максим вручил Софье письмо. Любимой маме от самого любящего сына. Было написано на конверте. Буквально с первых строчек письма женщина не могла сдержать слез. «Дорогая мама», – писал Максим, – «в первую очередь я хочу попросить у тебя прощения. Ты единственная, кто никогда в жизни не подводил меня. А я тебя подвел, но обещаю, теперь все будет по-другому. Я сделаю все, чтобы ты мной могла гордиться. Я очень сильно тебя люблю, так сильно, что никакие слова не могут этого передать. Но что такое слова? Ведь только действия в нашей жизни имеют значение. Каждый день я буду стараться стать лучше ради тебя и благодаря тебе. Спасибо тебе, мама, за доброту, за любовь, за заботу. Спасибо тебе за жизнь, спасибо за бесценный опыт. Ты научила меня тому, что людям надо помогать. Ты научила меня любить, и только поэтому сейчас я могу сделать Лизу счастливой. Знаешь, мама, у нас с тобой впереди еще так много прекрасного. Возможно, однажды я буду далеко, но если тебе понадобится моя помощь, звони, и я приеду. Твой Максим». Софья была тронута до глубины души. Она призналась, что никогда не получала таких прекрасных писем и будет хранить его, чтобы когда-то показать внукам. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.